Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем играть в The Tenants. Люди написали, что... Не то чтобы люди, ты написал. Что тебе понравилась игрушка и давай-ка проходи. Ну и я-то что-то подумал, посидел, покуковал и думаю, а что бы нет. Она же мне тоже понравилась. Она очень интересная. Она имеет какую-то задачу, конечную цель, возможно, тоже имеет. Но, по крайней мере, есть квестовая какая-то линия. И мы на нее обязательно сейчас посмотрим. То есть мы уже провели отопление в предыдущей серии. Мы провели электричество в нашу квартирку, которую нам откуда-то выписали. И вы сейчас увидите, как мы продолжаем выполнять задание. Задание. Возможно, здесь есть какая-то прям реальная цель. Вот так. Окей, начнем сначала... Здесь нужно убраться. Отправь меня туда. И мы начнем прямо сейчас. Вы знаете, что делать. У меня есть для вас сюрприз. Так, какой у тебя сюрприз есть? Начать уборку. Хранилище разблокировано. Теперь вы можете хранить вещи, которые вы починили в новом блестящем хранилище, которое защитил ваш дядя. Помещенный туда предмет, может быть, будет разместить в любой квартире в режиме ремонта. Хорошо. Мне еще, кстати, очень непривычно. Сейчас я буду немножечко теряться, потому что камера немножечко стоит в другом месте, и монитор стоит в другом месте. Я тебе переместил здесь все, что можно, чтобы было хоть немножечко удобнее. И... Ладно. Кроме того, как... Давай мы не будем особо заморачиваться на таких диалогах, потому что ты ерунду пишешь. Мы не будем на это смотреть. Дядя Сэм, по-моему, его зовут. Да? Дядя Сэм его зовут? Или как? Ну-ка, давай посмотрим. Тут в отзывах есть... Да, дядя... А, дядя Стив. Дядя Стива. Шанс 100% ремонта нашего футбола. Футбольчик, футбольчик. Ремонтируем настольный. Хорошая, кстати, игрушка. Я как-то играл в нее. Блин, классно. Очень удобно. Очень удобно и интересно. И чего? Я убрался. Дальше что? Дальше-то что делать? Дядя Стив. На выход? На выход? Или не на выход? Задание-то есть какое-нибудь? Подожди. Задание есть какое-то? Задание есть, но это все не то. Мне нужно... Мне нужно... Мне нужно... Ну, давай на выход, ладно. Да, хочу. И? А, все. Потрясающе. Теперь мы, наконец, можем приступить к работе и закончить старый тетушкин ремонт. Давай, мы закончим. Инструменты для ремоделирования разблокированы. Готовы к рок-н-роллу? Теперь вы можете использовать инструменты для... Блядь. Для ремоделирования и сноса стен. Используйте с умом. Хорошо. Давай будем использовать с умом инструменты для ремоделирования. Мы открыли новый инструмент ремоделирования. Давайте попробуем для начала снести какую-нибудь внутреннюю стену. Но вот эта стена, например, абсолютно мне не нравится. Вот это вот. Она как-то прям здесь лишняя. А давай, а как здесь... А, вот разрушение. Нужно нажать и разрушить вот эту стену. Было приятно. Да, давай посмотрим, можете ли вы строить стены так же хорошо, как ломать. Давай посмотрим. Сможем мы или не сможем. Блин, вот тут вот комнатушку, наверное, нужно отгородить. Какую-нибудь ванную, душевую кабинку с туалетом поставить. Правильно? Правильно. Неплохо. Теперь о дверях. Их можно размещать только во внутренней стене. Попробуйте. Можете ли вы это сделать? Ну, давай попробуем. Ну. Что? Что еще тут нужно сделать? Подожди, а вот здесь вот еще нельзя? А, я, блин! Я на правую кнопку нажимаю уже какой раз и все это... Что-то жду от игры. Кажется, вы уже знаете все основы. Теперь вам нужно... Нам нужно проверить все требования в списке. Помните? Чем лучше оформлен интерьер, тем больше людей захотят в нем жить. Я оставлю... Что-то он нам оставит и... Чуточку я сейчас оп-оп-оп-оп спущусь. И вообще отлично. Чуточку я отвлекался. У нас, значит, есть задание. Спальня не найдена. Вам нужно разместить необходимую мебель для того... До того, как игра определит тип комнаты. Хорошо. Хорошо. Ну, вот эта вот игровая зона, она здесь вообще ни к чему. Как-то вот в этой вот комнатушке нужно определить... Вот в этой одной квартирке, в маленькой, нужно разместить аж целых три комнаты. Получается ванная, спальня и холодильник. Нужно куда-то поставить, но он, скорее всего, будет на кухне. Но кухню ты здесь не присобачишь. Поэтому давай мы сделаем вот следующим образом. Вот здесь поставим холодильник. Правильно? Холодильник. Вот сюда вот. Ну. Мне нужен холодильник. Холодильник поставим вот такой. Вау, 5 тысяч. Это на свои деньги, что ли, я это все делаю? Блин, как-то это прям... Блин, прям как-то не очень. Так, ну это компактный холодильник. Давай... Давай тогда его... Нет, вот такой вот поставим, наверное, холодильник, да? Вот. Обычный. Энергосберегающий, просторный для любой квартиры. Поставим его. Ммм... Ну... Ладно, пусть вот здесь стоит. И также мы... Блин, вот эта вот ерунда вообще здесь не нужна. Ее можно... Продать по-хорошему и... Купить на эти деньги что-то более полезное. Кровать. Кровать здесь. Где можно разместить? Ну смотри, если здесь есть холодильник, значит здесь... Значит здесь... Здесь кухня. Получается. Но есть можно на диване. Поэтому... Сильно мы не будем на этом зацикливаться. Давайте пробежимся по... По-по-по-по-по... По заданиям. По основным всем вот нашим... Так сказать... Необходимым вещам. Кровать. Ну мы живем один. Наверное, один. И... Давай купим... Обычную односпальную кров... Блин, кровать. Односпальная кровать. Можно разместить только в квартире. Вот... Ладно, давай забацаем... Вот такую кроватку. Не знаю, чем она уж сильно отличается. Но... Думается мне, что она... Блин, а куда ее здесь цихреначить-то? Ее здесь в принципе не получится никуда... Ну поставить. Кроме как вот... Давай сюда. Правда, это вот лишнее было. Блин, ну не... Это прям вообще некрасиво. Некрасиво. Мне не нравится, как это выглядит. Давай диван переставим... Вот сюда. Правильно? Вот сюда вот переставим диван. Что-то наискосок мне неудобно. Вот сюда вот диван переставим. Вот так вот поставим диван... Блин, криво. Переместить. Вот так, наверное, ровно, да? Ровно. Вот это дело мы перемещаем вот сюда. Куда-нибудь вот туда вот. Куда-нибудь поставим сейчас. Да что ты. Кровать перемещаем вот сюда. Может на кровати будем спать только? Правильно, правильно. Следовательно, можно поставить рядом с диваном. А вот на диване... На диване. Пока что ничего мы не делаем на диване. Но мы можем играть в настольный футбол. В настольный футбол мы можем играть. А вот... Тут вот поровнее надо поставить. Эть. Так вот, да. Вот. Что бы здесь еще придумать? Ну, спальня, ладно. Спальня придумана. Спальня якобы вот здесь. Спальня-гостиная у нас получается. И кухня-спальня-гостиная. А вот унитаз-компакт-ванная. Ванная будет у нас с тобой вот здесь. Блядь, рядом с щитком. Кстати, да, про матюки комментарии я прочитал. Типа, матом ругаешься, дети смотрят. Ну, дружище, я себя особо так это не ограничиваю в лексиконе в своем. Поэтому, если уж прям сильно не нравится, конечно, да, извини. Но материться я буду. Потому что... Ну, не то, чтобы прям буду. Я же не специально там матом поливаю все. Да, я просто иногда у меня вырывается. На эмоциях, на эмоциях все, я не знаю даже. Вот, так вот и живем. Смотри. Здесь вход у нас в туалет. Собственно, поэтому мы сюда поставим унитаз-компакт. Унитаз-компакт должен ставиться, наверное, после того, как мы поставим душевую кабину. Которая будет стоять у нас вот здесь. Примерно как в том... В той квартире, в которой мы уже до этого делали ремонт. Вот сюда вот поставим какой-нибудь растенец, чтобы... Блин, ну мы сначала должны были стены, наверное, покрасить. Потому что как-то сейчас без стен прям некрасиво. Стены некрасивые, и из-за этого все выглядит ужасно. Все выглядит ужасно. А стены-то из чего? Что это, обои, что ли, или что? Мне нужно что-то такое спокойное. Ну это обои, по-моему, нет? Чего? Забросить как? Все, спасибо. Музыка такая хорошая, прям успокаивающая. Почему не пишут обои? Вот обои. Синий обои, небесный синий. Вот здесь не пишут, что это такое. Тут тоже не пишут. Тут нам мало на чем пишут, что это именно. Я не хочу обои. Но если мы не хотим обои, наверное, нам нужно будет... Так, это синие обои. Ну, наверное, давай. Давай. Плиткой вот такой захреначим. Какая-то она не очень, конечно, красивая. Но что ж поделать. У нас все-таки такой бюджетный вариант квартирки. Пока что у нас нет средств, бюджетов для того, чтобы... Как правильно выразиться? Мажорить и покупать классные плитки. Это было... Нет, это пол, блин. Мне пол не нужен. Мне нужны стены вот из этой вот... Из вот этой вот. Вот здесь вот некрасивый стык получился. Почему он такой получился здесь, я не понимаю. Можно же было ровно поставить. А как его теперь исправить? Никак. Стена не эта вот самая. Не перемещается, наверное. Ну и ладно. Блин, мне прям... Прям, не знаю, глаза режет. Смотри, здесь мы поставим... Поставим... Что мы здесь поставим? Мебель. Мебель для ванной. Ёршик нужно вот этот поставить. Но, собственно, мы уже пришли к теории, что нужно ёршик ставить со стороны ванны. А со стороны не ванны ставить туалетную бумагу. Потому что туалетная бумага может намокнуть. Переместить. Вот тут вот она будет висеть. Это батарейка. Пусть батарейка здесь висит, радиатор. А вот тут вот будет висеть туалетная бумага. Здесь будет цветочек какой-нибудь, такой простецкий, настенный. Вот такой вот будет висеть цветочек. Нет, здесь высокая стена. Большое расстояние, поэтому... Вот так, наверное, захреначим, да? Нет, она должна быть вровень с ванной. С душем. А вровень он не получается. Он либо выше, либо ниже. Или нет? Ну, ладно, вот так вот пусть висит. Комнатушка очень тесная получается. Но что ж мы можем с этим сделать? Ничего. Двери. Дверь мы сделаем в ванную. Конечно же... Конечно же... А какую правильно выбрать-то будет? Стекловолоконная, дверь раздвижная. Ну, давай вот эту вот. Она подешевле будет и... Да и в принципе нормально. И тогда заделаем здесь вот ремонт. Ремонт обои вот здесь вот сделаем. Нам нужно вообще это все делать-то? А то, блин, потом скажут, переделывай. Или не скажут. Ладно, полы давай сделаем лучше. Ковер положим вот здесь вот. И плитку положим вот здесь вот. Ванная у нас в таком спокойном стиле. Примерно сумасшедшего дома. Мягкие стены и... Плитка. Плитки в сумасшедших домах нет. Можно убиться, а плитку? А плитку можно убиться, поэтому там не делают... Ничего такого. Что-то я не о том уже говорю. Нам нужно сделать ремонт. Ремонт в комнате. Я не знаю, какого цвета должна быть комната, в которой стоит холодильник, кровать и... Этот... И гостиная, можно сказать. Гостиная, спальня и кухня. Что можно сюда придумать? Я даже не знаю. Какие твои предложения? Может быть... Может быть такое что-то приятно... Приятно, приятно. Но не красное точно. Давай, 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 давай сделаем вот что-то вот такое. Стены вот такого цвета будут у нас вот здесь. Угу. Так. А, это освещение по-другому падает. Угу. Вот это вот здесь будет вот такого цвета. Вот это комната, хозблок. Вот этот будет у нас такого серого. Серого, чтобы... Чтобы... Чтобы, чтобы было. Ну, потому что здесь якобы электрощиток. Еще по-хорошему здесь еще какие-нибудь щетчики повесить, чтобы прям отгородить промзону вот эту вот нашу. Ммм... Угу. Полы у нас здесь будут соответственно такой отделаны плиткой. Вот такой вот. Не знаю, здесь по-хорошему дверь поставить зачем-нибудь. Давай дверь вот сюда захреначим. А, она же в стене должна быть. Сюда вот дверь поставим. И все. И будет счастье. Будет всем счастье. Да что такое? Да... Опять кот атакует. Опять меня атакует кот. А можно вот как-нибудь своровать вот отсюда вот цвет? Я забыл какой был. Такой? Да, такой, смотри-ка. Угадал. Здесь берем мы плитку вот эту. Нет, не эту. Вот эту. Эту же? Да, эту. И в целом квартирка тоже преобразилась. Двери. Давай дверь вот сюда вот захерачим какую-нибудь вот такую вот. Нет, вот такую вот мы захреначим вот сюда, чтобы не отличалась она сильно. И ковер тогда заделаем. Ковер давай положим. Под цвет стены, наверное... А, давай линолеум. Все-таки у нас гостиная, ванная... Ой, гостиная, кухня и... Спальня в одном месте. Лучше все-таки будет линолеум здесь выглядеть. Чтобы и полы не пачкались, и... Тыры-пыры, восемь дыры. Наверное, вот... Блин, ну вот этот побогаче, а вот этот вот по цвету подходит. Все! Красота, красота! Можно даже телевизор вот сюда вот поставить на тумбочку на какую-нибудь, чтобы наш главный герой сидел и смотрел на диване телевизор. Но пока что от нас это не требуется, следовательно, мы... Мы на это не будем обращать внимания. У нас осталось 1000 долларов, и мы не будем их тратить полностью, потому что нам этого делать не нужно. Да что ж ты будешь делать-то, ну? Извини, пожалуйста, за вот эти вот лишние звуки, которые происходят у тебя в микрофоне, но... Ну что же я могу сделать-то, если волосы кошачьи на микрофоне? Я устал от них, устал. Они везде, они на моей футболке, они на моей... Одежде на все, они на моих... В руках, они на моем столе, они везде, хотя кот сюда не заходит. Ужас. Ладно, давай заканчиваем. Как тут закончить ремонт-то? Я забыл уже, как ремонт заканчивать, представляешь? Я забыл! На что нужно нажать? На что нужно нажать? Покинуть? Покинуть. Аренда готова к квартире, давай. Зайдем в панель для... Дня открытых дверей, и начнем его прямо сейчас. В день открытых дверей люди, заинтересованные в вашей работе, будут приходить, чтобы проверить квартиру. А-а-а, вот это чё? Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? Поток наличности минус 1000 долларов в минуту? А, в месяц, наверное. Целая квартира, раздельная комната. Нет, это целая квартира. Несколько человек должны знать о ваших планах. Скорее всего, это привлечёт внимание к вам, а о большом событии узнает город. Нельзя, да? Больше ничего сделать. Ой, похоже, у нас первый потенциальный арендатор. Как волнительно. Давай нажмём на неё и попробуем заключить выгодную сделку. Помни, чем сильнее людям нравится жильё, тем больше они готовы заплатить. Вот ей нравится жильё. Проверка данных. Персонаж геймер, профессия работник фастфуда, оклад 80 тысяч долларов. Нихрена себе ты, богатая. Ну, бартер. Выбранная цена аренды. Выгода две тысячи. Ну, мы от этих вот особо больших, ну, больших денег не заработаем, от этих 100 долларов. Ты в разных носках, если чё, ботинка, точнее. Женщина, ты договорила? Ты в курсе вообще, нет? Давай, наверное... Ммм... Чё, нельзя побольше? Нет, поставить. Давай договоримся. Вот так. Три триста. Две семьсот шесть... Три женщины. Три тысячи долларов. Договориться. Вот и отлично. Принять предложение. Хорошая работа, у нас есть первый арендатор. Ой, как громко. Надеюсь, ей понравится место, которое ты создал. Я тоже надеюсь, что ей понравится место, которое я создал. Смешно-то как? Ты разговариваешь странно. Элитные контракты. Элитные контракты — это особые заказы, которые приведут вас к более грандиозным местам Вандерсвилля. Они содержат ряд уникальных предметов, более нигде недоступных. Если только вы не решите пойти тёмной дорожкой и не припрячете их у себя, добавите в хранилище. Время на принятие заказов ограничено, так что действуйте быстро, если вам приглянулось какой-нибудь из заказов. Так, я что-то не понял. То есть я могу скоммунизить у кого-то предметы какие-то, чтобы их потом в другом месте поставить. Класс. Очень-очень интересно. Давайте... Так, ну, в целом-то... А, в целом я могу покупать, наверное, вот эти вот все предметы... Ой, все эти... Квартиры. Обустраивать их, да, и... Треботник разблокировки выполнен, наверное, на данный момент не продаётся. И это тоже не продаётся. То есть самое... Самое-самое... Самое-самое-самое простое сейчас это накопить сотню тысяч долларов. Но это ни хрена не самый простой, это очень дорого и очень... День 4, день... Вообще, я думаю, что знаешь, что нам нужно делать? Нам нужно выполнять задания. Конечно же, задания выполнять. И... Ой, день добрый, надеюсь, это сообщение дошло. Ещё раз спасибо за возможность. Я только что переехал, и всё выглядит замечательно. Хорошего дня. Пожалуйста. Чего? Какие тараканы? Откуда у тебя тараканы? Это серьёзно. В подобных ситуациях у вас всегда найдётся решение проблемы. Я бы посоветовал проблему с моей помощью, чтобы укрепить отношения с индатором. Чё ж ты здесь делал, что у тебя тараканы завелись, ну? Отлично, я в своей квартире и жду ваших приказов. Думаю, нам нужно избавиться от насекомых с помощью безопасной дозы спре-антибак. А можно их затоптать просто. Она только заселилась и уже засрала мне квартиру. И чё, ещё раз надо побрызгать? А, нужно брызгать, пока не закончатся насекомые. Отлично. Спасибо за помощь в решении проблемы. Да, да пожалуйста, больше не засирай мою квартиру так. Да, хочу покинуть помещение. Да что ты будешь делать-то? Работа няня разблокирована. Новые вакансии доступны в приложении Работа. Я рад. Я рад, что разблокировано. Давай мы займёмся работой, которой мы занимались в предыдущем ролике и будем заниматься по... по окончании этой игры. Примем задание. Конечно, мы в том видео записывали, когда мы выполняли задание только... только-только ванной мы брали, но здесь на ваннах только не ограничивается, поэтому будем ремонтировать всё, что попадётся. Начать ремонт. Что нам нужно здесь сделать? В первую очередь нам нужно сделать просто ремонт в квартире и засунуть... А, это в целом-то опять тоже ванная комната. Давай немножечко выпьем кое-чего. Зарядимся энергией и... И приступим. Приступим к ремонту ванной комнаты. Настенные растения, настенные часы, ванная или душевая кабина, раковина для ванны, унитаз. Давай в ван... А, нет. Мы начинаем с отделки полов. Мы начинаем с отделки полов, потому что мы должны сделать всё красиво. Ремонт начинается с чего? Ремонт начинается с дизайна комнаты. Ты же не будешь сначала ванную ставить, а потом уже красить стену и пол. Нет, конечно, ты должен сначала его сделать, этот пол, а потом уже занести туда какую-то мебель. Поэтому предлагаю положить вот эту плитку. У нас 4000 долларов. На них можно разгуляться, ой, как хорошо. И стены отделать плиткой. Плиткой можно? Плиткой отделать стены. Плиточкой. Красивенькой плиточкой. Какой-нибудь такой. Красивый-красивый. Чтобы прям... Красный или зелёный? А, здесь нужно... А, здесь я забыл. Я же не свою квартиру-то отделаю. Здесь нужно... Здесь нужно у нас уже смотреть на заказчика. Ну, давай вот тёмно-красный предмет. Такая она, очень яркая, получается, комната. Очень яркая и пёстрая. Очень, очень... Never give up. Никогда не вставай. Угу. Чё-то я растерянный какой-то. Нужно нам поставить ванную. Вход у нас вот здесь. Ванная стоит вот здесь. По всем правилам. Ну, давай не будем экономить на ванной, чтобы были хорошие отзывы о нас. Только хорошие отзывы, потому что мы всё-таки опытные работники. По-моему, она переехала чуть-чуть. По-моему, она переехала чуть-чуть. Да? Так она немножко упирается в стену почему-то. Ну, и ладно. Зато ровно стоит. Ванную мы поставили. Раковина для ванной ставится у нас вот здесь. Вот здесь поставим раковину для ванной. Да? Да. Очень даже неплохо смотрится. И поставим, значит, унитаз компакт. Унитаз компакт будет стоять самый дорогой. И вот... Ну, почему-то и не... Как-то прям... Вот здесь, наверное, он будет стоять. Пусть здесь стоит, потому что здесь место не для унитаза явно. А вот здесь его самое место. Ну, в принципе, ты в предыдущей серии, наверное, уже видел, что именно так мы ставили унитаз. С правой стороны заходишь. Направо поворачиваешь, садишься на унитаз. А здесь ванная. Но стол стоял у нас вот так вот. Но ничего страшного. Поставим, значит, еще щетку. Щетку, соответственно, как иначе-то... Щетку для унитаза вот сюда. И туалетную бумагу мы ставим вот с этой стороны. Красивую вот эту вот... Блин, нет, красивую не получается поставить. Ну, блин, он не помещается же ведь. Ну, значит, будет стоять вот тут. Прямо сразу в туалет, чтобы смывалось. Получается все, что ли, да? Настенные часы и растения нам нужно еще присандалить. Туалет. Вот здесь, значит, здесь будут часы, чтобы наш главный герой, так сказать, не просиживал много времени в туалете. Блин, вот кривовато. Конечно, повесил унитаз, но... Что ж теперь поделаешь? Вот тут будут часы. Прямо напротив унитаза. Он будет голову поднимать. Смотри, елки-палки, уже час просидел в туалете. Нужно срочно выходить. Настенное растение будет... Где-нибудь... Где-нибудь... Где-нибудь вот здесь вот. Оно, конечно, ни к чему, но... У нас как-то других вариантов-то особо и нет, поэтому будет висеть вот здесь. Херня какая-то получается, конечно, но... Что ж поделаешь? Ну, можно еще засандалить ковер. Какой-нибудь, не знаю, красивый, чтобы, опять же, не мерзли ноги. Потому что если будут мерзнуть ноги, это, ну, нехорошо. А так человек будет благодарен, что ему положили коврик тепленький, что он может заходить спокойно в ванную, мыться, выходить из ванной, и ноги его будут в тепле. И в туалете, в принципе, на унитазе будешь сидеть, и будет тепленько. У нас еще огромное количество денег, но я думаю, что нам уже больше нечего сюда ставить. Можно зеркальце вот сюда захреначить, чтобы человек умывался и смотрел на себя. Кстати, высокое зеркало тоже можно сделать, но нет, оно здесь будет лишним явно. Специальный, специальный здесь. В этой категории ничего нет полезного. Следовательно, мы отстраняемся, и, наверное, все, заканчиваем. Как тут закончить-то? Опять забыл, представляешь? Опять забыл, как это делается. Ну, наверное, блин. Вот так? Я забыл, как делать, ну, заканчивать заказ. Вот здесь, сдать работу. Я вот почему-то думаю, что ей не понравится ничего. Почему-то у меня такое ощущение, потому что в тот раз что-то... А, не, смотри, нравится ей раковина. Нравится ей, наверное, зеркало, потому что оно... Ну что тебе не нравится? Оно... Его могло вообще не быть. Туалет тебе хоть понравится? Нравится уже хорошо. И, в целом, говорит, дизайн комнаты вообще отличный. Вот и славненько. Славненько, я хочу сказать. Славненько. Ну-ка, как ты оценишь мою работу? Мне кажется, у нас уже было все это. Разве нет? Давай посмотрим отзыв о нашей работе. Последний отзыв где? Смотри, вообще отлично. Отличный отзыв о нашей работе отставил клиент наш. Сейчас в продаже. За 112. То есть я сделал эту квартиру... Или не я, стой, а где я делал? Это разве не я здесь сделал ремонт? Что-то я вообще растерялся. Давай на этом закончим. В следующей серии мы продолжим, собственно, играть. Собственно, продолжим скупать. Скупать всю недвижимость и выполнять все задания, которые нам только можно выполнить. На этом попрощаемся. Хоть немножечко... Ну, хоть мы и мало всего выполнили, но мы сделали ремонт в своей квартире, которую мы задаем. Сейчас. Перейдем во вкладку. Сейчас, прям 5 секунд. Оплатить все. У меня же есть деньги, правильно? Как видите, вы можете оплатить счета, каждый отдельно. Но пока давайте оплатим все счета одновременно. Да, теперь вам придется самостоятельно следить за ними. Хорошо. Газетный маркетинг. Хорошо. Собственно говоря... Отстань. Всем спасибо за просмотр. За то, что досмотрел до этого момента. Ставь лайк и подпишись на канал. Обязательно прокомментируй. И увидимся с тобой в следующей серии, в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.